На прошлой неделе YouTube сделал два нововведения, которые понравятся точно не всем авторам. Кому-то оно поможет, кому-то оно очень сильно помешает. Меня зовут Влад Козыра, я YouTube-продюсер этого еще 150 YouTube-каналов, давайте разбираться. Первое это то, что YouTube Shorts окончательно вытесняет все другие форматы в плане создания коротких видео, которые только есть на YouTube. И один из них это YouTube Stories. Stories, как в Инстаграме, если вы помните еще такую функцию на YouTube. Она использовалась достаточно активно, особенно в самом-самом начале. Но сейчас, как я сказал в своем недавнем видео, она стала действительно ненужной. Я сказал, что, йоу, ребята, YouTube очень часто вводит какие-то нововведения, которые абсолютно бесполезны и которые могут погубить ваш трафик. И вуаля, YouTube убрал Stories. Извините, пожалуйста, кто любил эти Stories за то, что я записал свое прошлое видео, в котором сказал, что Stories абсолютно бесполезны, но это все шутки. И, конечно, YouTube сказал, Short, 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 Stories больше никому не нужны. И Stories просто убрал одним днем. Я не очень люблю такие решения, потому что они какие-то, ну, слишком жесткие. Они не учитывают интересы пользователя. Вы сами добавили фишку, которая, в принципе, кому-то нужна была бы. И кто-то ей точно пользуется. Но сейчас берете и одним днем просто ее забираете. Если вы думаете, что вы заберете какую-то фишку, ну, оставьте ее банально тем, кто хочет ей пользоваться. Ну, например, я бы на своем личном YouTube-канале с большим удовольствием постил бы Stories. Ну, так, на своем личном YouTube-канале я постчу только ролики и шорты. Поэтому, ну, хотелось бы попостить Stories, но уже, к сожалению, не получится. Будем постить Stories в Инстаграме. Ну, а самое главное, что создавать ролики, которые мы с вами делаем, абсолютно просто и легко. Особенно вместе с Movavi Unlimited. Потому что Movavi Unlimited это стартер-пак для любого начинающего ютубера. Все, что вам нужно, это нажать ссылку в нашем описании и перейти, наконец-таки, на сайт Movavi и установить себе все программы, которые только есть у Movavi в рамках одного бандла. Это и видеоредактор с ID-нойзером, в котором можно делать супер качественный звук. В фоторедакторе можно сделать супер классную превью. В видеоконвертере посмотрите, как классно можно заобскейлить абсолютно любое видео в 16 раз. Вот вы снимаете ролик, да, в 1080 и обскейлиете его в 4К. Невероятный просто результат. Смотрите сами, как это работает. Ну и, конечно, скрин-рекордер. Можно записывать экран и параллельно рисовать на скринкасте. Это просто нереальная фишка, которую добавили разработчики Movavi специально для вас. Ну и, конечно, прямо сейчас действует скидка 80%. Такого предложения от Movavi еще не было. Обязательно переходите по ссылке в описании. Устанавливайте Movavi Unlimited по специальной сниженной цене. И, главное, помните, что это действует только для тех, кто поставил лайк этому ролику. Ставьте лайк, переходите по ссылочке в описании и скачивайте Movavi. Ну а мы продолжаем. Очень много каналов сегодня существует на Ютубе, которые перенарезают ролики известных авторов. Это и мотивация, что типа Илон Маск такой, как он пришел к успеху, нарезают его интервьюшки. И много-много других каких-то каналов, которые мимикрируют под оригинальный контент. Но на самом деле там все перезаливы, перенарезки. Я говорил, что не надо создавать такие Ютуб-каналы. И, ну, это новость в стиле, а я же говорил. Ютуб очень сильно начал переживать за то, что есть много скамеров, которые от имени Илона Маска и Мистера Биста заставляют людей переводить куда-то деньги. Создается Ютуб-канал, там символами подставляется галочка, типа он официальный. Ну и все, собственно говоря, на американском рынке очень много таких спамеров, которые создают левые Ютуб-аккаунты. Пишут американцам, переведите деньги там на мою майку. Я вам ее доставлю, и американцы их переводят. Но Ютуб решил разобраться с этим, как всегда, слишком жестко. Ютуб будет массово удалять все каналы, которые мимикрируют под настоящее. Поэтому, если вы ведете какой-то фан-аккаунт, назовите его такой-то автор фан. Не пытайтесь забайтить на реальное имя реального человека, чьи видео вы перенарезаете. Ютуб удалит ваш аккаунт. Плюс Ютуб в своем ролике на канале Creator Insider сказал, что крайне нежелательно, чтобы такие пользователи оставляли комментарии. Потому что комментарии этих пользователей могут быть похожими на то, что это реальные люди. Например, какой-нибудь канал Elon Musk Motivation может оставлять комментарии. И Ютуб, не знаю, будет ли он удалять аккаунты, не будет ли он удалять аккаунты. Но обещали в своем ролике прям жесточайше разобраться со всеми теми, кто хочет делать такие каналы дальше. Скорее всего, вы не попадете в партнерскую программу и, как бы, ну, вы не должны попасть в партнерскую программу, перенарезая чужой контент, как бы, да. Вот эти вот все байки про автоматическое создание Reels и Shorts, про то, что можно просто перенарезать видео с помощью нейросетей. Пожалуйста, делайте, но только помните про то, что вам всегда говорил я. Рано или поздно это прикроется. На таком контенте невозможно будет зарабатывать. Не стоит этим заниматься, даже думать об этом не надо и даже начинать. Вот, смотрите, Ютуб просто вышел и сказал, теперь вы больше не можете создавать такой контент. Короче, все, кто создает контент с чужими лицами, промаркируют. Либо вы сами себя промаркируете, либо принудительно промаркируют пометкой FUN. Это фан-аккаунт, его ролики не будут монетизироваться, ну, то есть будут монетизироваться в пользу автора, в честь кого этот фан-аккаунт. И комменты тоже оставлять не получится. Ну, в общем-то, наверное, не самые приятные новости на этой неделе на Ютубе. Но если вы хотите создать канал, который будет монетизироваться и который будет вам приносить деньги, обязательно обращайтесь к тем, кто уже имеет какой-то опыт. Кого вы знаете? Пишите в комменты, кому бы вы обратились за продвижением своего собственного Ютуб-канала. Будет очень интересно почитать. Ну, а с вами был Ютуб-продюсер Влад Козыра. Увидимся в следующем видео. Всем пока!